Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим фруктово-ягодные полуфабрикаты и их хранение. В кондитерском производстве в качестве сырья применяются полуфабрикаты, приготовляемые из свежих фруктов и ягод. Эти полуфабрикаты вырабатывают предприятия кондитерской или консервной промышленности. К основным фруктово-ягодным полуфабрикатам относятся пульпы различных плодов, фруктово-ягодные пюре, подварки, припасы. Пульпы. Это плоды или ягоды, целые или нарезанные с неудаленной или удаленной сердцевиной. Семена, семенная коробочка, косточки. Обычно залитые раствором консерванта, преимущественно сернистой кислоты или быстро замороженные. В кондитерской промышленности наиболее распространены пульпы яблок, абрикосов, слив, малины, земляники. Фруктово-ягодное пюре. Пюре представляет собой протертую плодовую мякоть. Наибольшее распространение в кондитерской промышленности имеет яблочное пюре, которое в большинстве фруктово-ягодных изделий является основным сырьем, а пюре других видов плодов вводится как правило в качестве вкусовых добавок. Значительное распространение наряду с яблочным имеет абрикосовое пюре, которое при изготовлении патов и некоторых корпусов желейно-фруктовых конфет также является основным сырьем. Фруктово-ягодное пюре обычно изготавливают из пульпы, консервированной СО2 или из свежих плодов с добавлением химических консервантов, разрешенных для пищевых продуктов, таких как сернистый ангидрид или бензойно-кислый натрий. Применяют также для консервирования соли сорбиновой кислоты. В плодовом пюре, применяемом для изготовления детского ассортимента кондитерских изделий, не должно содержаться следов консервантов. В этом случае применяют стерилизованное или свежезамороженное плодовое пюре. Консервированное пюре. Схема производства пюре из свежих яблок складывается из следующих основных операций. Первое. Инспекция. Удаление плодов низкого качества и сортировка по размерам. И мойка. Второе. Замочка продолжительностью до 24 часов осуществляется только при изготовлении высших сортов пюре. Замочка способствует получению более светлого пюре, так как при замочке часть воды вытесняет воздух, что замедляет ферментативные окислительные процессы, происходящие в присутствии кислорода воздуха. Третье. Обработка паром. При абсолютном давлении 110, 120 килопаскаль или кипячение в воде. Шпарка. Продолжительность 15-25 минут в зависимости от сорта яблок. Под действием высокой температуры и имеющейся в яблоках кислоты происходит гидролиз, протопектина. Он гидролизуется и превращается в пектин. Клетки размягчаются. Количество пектиновых веществ, обладающих студнеобразующей способностью, увеличивается. При длительной обработке или при очень высокой температуре идет дальнейший гидролиз пектина с образованием веществ, обладающей пониженной способностью к студнеобразованию. Необходимо вести процесс так, чтобы вызвать гидролиз протопектина и не допустить значительного гидролиза пектина. В результате тепловой обработки происходит также стерилизация продукта, прекращается жизнедеятельность микрофлоры, попадающей в яблочную массу вместе с сырьем. Стерилизация в значительной степени увеличивает стойкость пюре при хранении. Под действием высокой температуры разрушаются ферменты, вследствие чего предотвращается ферментативное окисление дубильных веществ, и яблоки теряют способность темнеть. Разрушаются и те ферменты, которые вызывают гидролиз пектиновых веществ. Поэтому при нормальном хранении студнеобразующая способность пюре не изменяется. Четвертое. Протирка. Первичная через сито с отверстиями диаметром 2 мм и вторичная через сито с отверстиями диаметром 0,7-1 мм. Сопровождается охлаждением до 35-40 градусов Цельсия. Цель протирки – это удаление грубых и несъедобных частей плодов, семян, семенных коробок. Вместе с тем происходит измельчение мякоти плодов, что необходимо для получения в дальнейшем изделия от народной консистенции. Пятое. Консервирование химическим способом. Сернистым газом. Беннозойно-кислым натрием или сорбиновой кислотой. Сернистым газом консервирование ведется непосредственно из баллонов со скоростью 1 кг за 6-8 минут или чаще 6% раствором сернистой кислоты. Сернистая кислота токсичной, летучий, сильный консервант. Благодаря летучести этот консервант сравнительно легко удаляется не только при нагревании, но и при комнатной температуре, при перемешивании с большой скоростью или сбивании. Вследствие токсичности содержание свободной сернистой кислоты СО2 допускается не более 20 мг в 1 кг готовых фруктово-ягодных изделий. В фруктово-ягодных полуфабрикатах, пюре и пульпе, предназначенных для промышленной переработки, сернистую кислоту вводят в количестве 0,1-0,2% из расчета на СО2 по массе продукта, пюре или пульпы. При консервировании сернистой кислотой цветность продуктов снижается. При длительном хранении полуфабрикатов сернистая кислота частично вступает в реакцию с некоторыми органическими соединениями, белками, сахарами. Образуя нелетучие соединения, а также может частично окисляться до серной кислоты. Кроме того, при хранении в негерметической таре возможно снижение концентрации сернистой кислоты в результате частичного улетучивания. Бензойная кислота менее токсична, чем сернистая. В плодовое пюре разрешается вводить в количестве от 0,05 до 0,1%. Бензойная кислота плохо растворяется в воде, поэтому ее обычно вводят в пюре в виде натриевой соли, которая имеет высокую растворимость. Для консервирования бензойнокислым натрием применяют 5% раствор. Сорбиновая кислота и ее натриевые соли обладают довольно высоким бактерицидным действием и в малых дозах считаются безопасными для организма человека. Поэтому сорбиновая кислота в качестве консерванта находит все более широкое применение. Оптимальная концентрация сорбиновой кислоты в пищевых продуктах при консервировании 0,07%. Кроме химических способов консервирования пюре применяются и другие. Стерилизация теплом, сушка, подварка с сахаром, замораживание. Эти способы за исключением подварки с сахаром применяются не часто. Для изготовления изделий детского ассортимента применяют только стерилизованное пюре. Пюре обычно затаривают в деревянные бочки не более 150 килограмм. Уплотненное, уваренное и сухое яблочное пюре. Эти виды пюре применяются для сокращения циклопроизводства пастильных изделий. Для пастилы применяется пюре с содержанием сухих веществ около 17%, а для зефира не выше 15%. Применение более уплотненного пюре ухудшает качество пастильных изделий. Уплотненное пюре обычно изготавливают из пульпы, а не из пюре. Особенно яблочное пюре имеет очень низкую теплопроводность, высокую вязкость, легко прилипает к стенкам котлов при нагревании без сахара и как правило пригорает. Поэтому уплотнять яблочное пюре увариванием очень трудно. Грубо измельченная яблочная пульпа находясь в водном растворе консерванта имеет высокую вязкость и сравнительно легко поддается увариванию. Уплотненное пюре полученное из пульпы по сравнению с уплотненным пюре полученным увариванием пюре значительно светлее и обладает более высокими желирующими свойствами. В целях снижения гидролитического расщепления пектиновых веществ уваривание ведется при пониженных температурах в вакуум аппаратах. Поскольку в процессе уплотнения из пульпы в значительной мере улетучивается сернистый ангидрид, то после уплотнения в пюре обычно добавляется консервант. Применение в кондитерской промышленности уплотненного и особенно сухого фруктово-ягодного пюре дает значительный экономический эффект. Получение уплотненного пюре как уваренного, так и сухого с повышенным содержанием сухих веществ приводит к сокращению объема массы пюре и обеспечивает снижение расхода тары, складской площади и транспорта. В уваренном яблочном пюре применяемом в кондитерской промышленности в полтора-два раза больше, а в сухом пюре в девять раз больше сухих веществ, чем в исходном жидком пюре. Сухое пюре вследствие повышенного содержания сухих веществ и кислоты хорошо хранится, не требует бочковой тары, применение химических консервантов для него не обязательно. Но сухое пюре обладает некоторой гигроскопичностью из-за повышенного содержания инвертного сахара и нуждается в герметизации, которая достаточно хорошо обеспечивается упаковкой в полиэтиленовые мешки. Сухое фруктово-ягодное пюре хорошо растворяется в холодной воде и в жидком фруктовом пюре, что позволяет применять его для нормализации содержания сухих веществ в жидком пюре, а также для получения уплотненного пюре без уваривания путем растворения сухого пюре в жидком пюре. Качество сухого и уваренного пюре зависит от температуры и времени ее воздействия в процессе уваривания. Под влиянием повышенной температуры происходит гидролиз некоторых органических веществ, сахарозы, частично пектиновых веществ и прочего и снижение содержания летучих ароматических веществ, кислот и прочего. При сравнении качество восстановленного пюре путем растворения сухого пюре в воде с исходным жидким пюре отмечается повышение цветности и количество редуцирующих веществ и некоторое снижение кислотности и желирующей способности. Производство сухого пюре сводится к сушке обычного жидкого пюре. Существенным является выбор типа сушилки, обеспечивающий наименьшее время контакта греющей поверхности с пюре. Испытания показывают преимущество вакуум вальцовых сушилок. Образцы сухого яблочного пюре свидетельствуют, что сухое пюре по качеству не до конца может полностью заменить жидкое пюре. Но его применение для нормализации содержания сухих веществ в жидком пюре, а также для получения уплотненного пюре без нагревания является весьма целесообразным. Стерилизованное пюре. Стерилизованное фруктовое пюре представляет собой протертую массу свежих фруктов или ягод, расфасованную в герметически окупориваемую стеклянную или жестяную тару. Пюре заливают в тару горячим, свежепрокипяченным для крупной расфасовки или стерилизуют после укупорки для мелкой расфасовки. В кондитерской промышленности для изготовления диетических и детских изделий применяют стерилизованное фруктовое и ягодное пюре. Яблочное абрикосовое, сливовое, вишневое, черно-смородиновое и клюквенное. Наилучшим является пюре расфасованное в лакированные кислотоупорным пищевым лаком жестяные банки вместимостью 10 килограмм. Пюре из косточковых плодов и ягод. Косточковые плоды и ягоды легко подвергаются порче. Их необходимо перерабатывать в день поступления. Плоды сортируют по качеству, моют в чистой холодной воде и обрабатывают паром. Из плодов на специальных машинах удаляют косточки и затем протирают плоды вторично на обычных протирочных машинах. Дальнейшая обработка пюре из косточковых аналогично обработке яблочного пюре. При переработке ягод на пюре их очищают от плодоножек, чаши листиков и прочего и моют. Ягоды с небольшим содержанием пектина, ежевику, землянику, малину протирают и консервируют. Получаемое из этого сырья пюре очень нестойко в хранении. Для кондитерской промышленности в основном заготавливают эти ягоды с целью приготовления подварок и припасов. Подварки. Подварки представляют собой полуфабрикаты изготавливаемые путем уваривания фруктового или ягодного пюре с сахаром до содержания сухих веществ не менее 69%. Их применяют для придания кондитерским изделиям характерного для фруктов и ягод вкуса. При содержании в полуфабрикатах 65% сухих веществ задерживается развитие микробиологических процессов, вызывающих их порчу. Консервирующим средством в подварках является сахар. Подварки, как правило, изготавливают только из одного вида плодов. При использовании смеси плодов это специально оговаривают. Перед увариванием фруктовые и ягодные пюре повторно протирают, используя для этой цели протирочные машины, снабженные сетами с отверстиями от 0,6 до 1 мм. Протертое пюре по массе или объему дозируется в рецептурные сборники, снабженные мешалками. В эти же сборники по массе дозируется предварительно просеянный сахар. Рецептурная смесь, тщательно перемешанная, уваривается в начиночных вакуум аппаратах с рубашечным обогревом и мешалкой. На небольших предприятиях для уваривания применяют закрытые варочные котлы с рубашечным обогревом. Готовую массу после варки перед расфасовкой быстро охлаждают. Длительное воздействие повышенной температуры может вызвать ухудшение качества подварок из-за улетучивания ароматических веществ и карамелизации сахара. Для охлаждения могут применяться охладители, мешалки с водяным охлаждением. Расфасовывают подварки в такую же тару, как и яблочное пюре. Припасы. Припасы представляют собой полуфабрикаты, изготовленные из протертых ароматных фруктов и ягод таким способом, чтобы в них сохранялся естественный вкус и запах плодов. Они предназначаются для придания кондитерским изделиям естественного фруктово-ягодного аромата. Чаще всего припасы изготовляют из черной смородины, малины, земляники, цитрусовых плодов. Схема производства припасов включает следующие основные операции. Инспекцию, чистку и мойку ягод, протирку их холодным способом, то есть без предварительной шпарки. Припасы готовят двумя способами – горячим и холодным. Горячий способ изготовления припасов заключается в следующем. Свежее приготовленное фруктово-ягодное пюре, полученное из свежих плодов с сильным ароматом, смешивают с сахаром-песком в соотношении один к одному, помещают в герметизируемую тару, жестяную или стеклянную, укупоривают и стерилизуют. Содержание сухих веществ в готовом продукте составляет от 53 до 60%. Холодным способом приготовляют припасы из ароматичных фруктово-ягодных пюре и из цедры цитрусовых плодов. Припасы из свежеприготовленного пюре ароматных фруктов и ягод, чаще из черной смородины, малины, клубники, для повышения микробиологической стойкости добавляют пищевую кислоту. Содержание кислоты в пюре с учетом кислотности должно составлять не менее 5%. Подкисленное фруктовое или ягодное пюре смешивают с сахарным песком в соотношении от 1 к 1,5 до 1 к 2, в зависимости от растворимости и содержания влаги в пюре данного вида. Из цедры цитрусовых плодов припасы приготавливают путем смешивания ее с сахаром без добавления кислоты. Сухой припас. Цитрусовые плоды моют в механических мойках, сортируют, калибруют. Затем с плодов снимают цедру при помощи различных механических приспособлений или терочных машин. Цедру используют на приготовление припасов, а остальную часть плодов на приготовление подварок или начинок. Цедру смешивают с сахарным песком или с сахарной пудрой в соотношении 1 к 1,5 и перетирают на гранитных вальцовках. Припасы упаковывают в подготовленную тару и маркируют в соответствии с требованиями технических условий. Вводить в припасы ароматические и красящие вещества не разрешается. Хранение фруктово-ягодных полуфабрикатов. Для хранения фруктово-ягодных полуфабрикатов пюре, пульпы, подварок, припасов применяют следующие виды тары. Бочки из древесной клёпки, полиэтиленовые мешки, укладываемые в фанерные бочки, стеклянные бутыли, лакированные жестяные банки. Наибольшее распространение имеет бочковая тара вместимостью 150-200 кг. Хранение фруктово-ягодных полуфабрикатов в бочковой таре осуществляется в складских помещениях и на открытых площадках с замораживанием для длительного хранения. В обычных складских помещениях фруктово-ягодное пюре и пульпу хранят при температуре от 1 до 2 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 70-80%. Бочки укладывают в штабеля по 2-3-4 ряда. При хранении фруктового сырья, затаренного в бочке вне складов, а обычно где это возможно, применяют замораживание. Для этого предварительно выбирают и подготавливают площадку с небольшим уклоном для стокоталых вод. С наступлением небольших морозов после подмерзания почвы на площадке дополнительно намораживают слой льда и укладывают на него бочки с продукцией на бок, вплотную одна к другой. Днища бочек должны быть обращены на восток и запад. По высоте укладывают не более четырех рядов бочек. В морозы при температуре воздуха не менее 15-18 градусов Цельсия бочки поливают струей воды. Поливку ведут в течение нескольких дней. До тех пор, пока толщина слоя льда над бочками не достигнет 50-60 сантиметров. Затем борт укрывают древесными опилками слоем не менее 50 сантиметров. Интервал между штабелями должен составлять не менее одного полутора метров в зависимости от рода и сорта сырья. Перед штабелями с северной стороны помещают указатель с надписью. Наименование сырья, количество бочек, масса, дата штабелирования и номер анализа партии. Сырье в таких буртах может сохраняться в течение нескольких лет. Вскрывают бурты с северной стороны. Если воду подвести к бурту трудно, то при укладке бочек каждый ряд засыпают снегом. Сверху бурт также засыпают снегом и плотно утрамбовывают. Сверху слой снега должен быть не менее 70 сантиметров. После чего бурт укрывают опилками. Высота слоя опилок должна быть не менее 75 сантиметров. В этом видео мы рассмотрели виды фруктово-ягодных полуфабрикатов и их хранение. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Вы будете получать уведомления в момент выхода новых видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов и до новых встреч.